Доброго времени суток, подписчики и гости моего канала! Я рада приветствовать вас на своем канале о рукоделии с Верочкой Татариной. Сегодня я хотела вам показать мой снежный двор, мой огород, который уже через пару месяцев уже надо будет что-то сажать и уже копаться на огороде. И поэтому я показала свой огород и свой двор еще в спокойном зимнем состоянии, под большим белым пушистым одеялом снежным. Ну и так, просто в качестве блога хотела показать вам такую красивую погоду сегодня. Сегодня у нас 29 января 2022 года. Скоро уже начнутся посевные работы по выращиванию сначала рассады, а потом уже и огородные всякие дела. Вот, пока отдыхаем. Всем привет! Дворик тоже весь покрытый снегом. Там вот кролики, курочки, хозблок. Здесь вот у меня виноград спрятан, наверное, под снегом. Бежит моя собака Стивен. Такая красота, идет снег. Это мой лесной уголок. Туи в снегу, ель в снегу и можжевельники. Такие вот большие. Очень много снега в этом году. Прям очень много. Не успеваем чистить. Моя сиренька. Вишенка. Туички мою снегу запорошила снегом. Елочка вся в снегу. Такими большими лапами снежными. Красота! Я очень люблю ель. Елочки, ели, хвойники. Просто обожаю. А там вот можжевельники от снега все в разные стороны. Но они потом весной соберутся и будут вверх расти. Один и второй. Вот такая вот зима в этом году. Снежная. Вот столько снега. Прям целые сугробы снежные. Сиренька моя. Колодец надо как-нибудь задекорировать. Не знаю, получится в этом летом. Нет? Вот мой дворик. Мой снежный дворик. Друзья, я решила поделиться с вами своими покупочками. Покупочки в плане семян. Уже не за горами у нас огородные дела. И я решила поделиться с теми семенами, которые я приобрела. Я работаю на почте. Нам на почту пришло большой ассортимент различных видов семян. То лишь в простых упаковках и в цветных. И, конечно же, я не удержалась и уже закупила себе уже примерно вот 644-671. И до этого еще на 460 были ранее куплены семена. Конечно, очень дорогое это удовольствие. Но всегда хочется что-то свое все-таки. Можно пойти, конечно, на рынок купить. Весь этот ассортимент уже в готовом товарном виде. Но всегда хочется на огороде посадить что-то свое, вырастить своими руками. И, конечно же, хочется пойти сорвать какой-то там фрукт. То ли это огурчик, то ли это помидорчик. Сделать салатик. И всегда, мне кажется, свои вот эти культуры намного вкуснее, душистее, чем покупаешь на рынке. Ну и так просто вот ради удовольствия вырастить хочется тоже своими руками. И посмотреть на плод своих трудов. Какой же результат от этого получится. И поэтому я решилась с вами поделиться с тем ассортиментом, который я уже закупила. Я хочу сказать, что это не последний мой вариант. Я наверняка еще зайду на рынок. У нас там тоже изобилие различных цветов и овощных культур, семян. Вот. И я еще что-нибудь, конечно, подкуплю. Ну, а сейчас я вот то, что я приобрела, я хочу с вами поделиться. Ну, в первую очередь я хочу поделиться вот этими простыми пакетиками. Они у нас очень дешевые. По 9 рублей каждый пакетик. Сколько там семечек. Ну, довольно-таки, в принципе, то же самое, что и в таких вот упаковках цветных. Но они тоже имеют место быть и тоже выращиваются. И я сейчас вам назову, что я приобрела. Может быть, кто-то из моих подписчиков посоветует мне приобрести какой-нибудь лучший сорт, который они уже сажали, уже знают, что результат какой может быть. И посоветуйте мне в комментариях, может быть, что-то такое приобрести, что-то более, более такое вот, как сказать, и по всем качествам и вкусовым, и которые противостоят различным болезням культуры. Вот. Я буду только этому очень рада и это приветствую. Вот. Может быть, кто-то еще что-то, может быть, порекомендует мне. Ну, в общем, то, что взяла я. Вот, значит, простые. Вот. Огурец-пальчик. Это раннеспелый сорт. И как бы я вообще очень люблю огурцы. У меня муж очень любит консервированные огурчики зимой, поэтому я их сажаю очень-очень много. Помидоров. Помидоры люблю я, огурцы любит мой муж. Поэтому я их сажаю очень-очень много. Вот. Огурец-пальчик. Голубчик. Голубчик. Ф1. Неприхотлив. Средний ранний. Пчелопыляемый. Женского типа цветения. Вот. Тоже мне, как бы, что длиною на 11 сантиметров. Урожайность у него очень хорошая. Ценные. В общем, стабильная урожайность. Ну, как бы гибриды. Есть гибриды. С них, конечно, семена не соберешь. Родничок. Ф1. Ну, это постоянно. Я его, конечно, покупаю каждый год. Вот. Далее у меня пошла здесь вот морковка. Нанская. Морковку я тоже сею всегда тоже по многу. У нас есть кролики. Хорошие, такие качественные плоды мы собираем для себя. Храним их в погребе. А ботва и если мелкие какая-то морковка, мы все это для кроликов. Поэтому морковку мы тоже сажаем очень много. Нанская. Шантане Роял. Средний спилый сорт. Морковь Шантане Роял. Это еще один пакетик. Дальше я взяла редис. Редиски тоже сеем всегда много, потому что это самый первый салатик. Можно сказать, весенний. И всегда он у нас на столе. То ли в окрошке, то ли просто в салатике. Поэтому мы очень это любим. Вот ранний спилый сорт 18 дней. Всегда беру красный великан. Всегда беру и всегда беру редис жара. Свеколка. Ну, свекла, она вообще полезная. И сейчас в интернете все говорят о свекле, что она очень полезна от всех болезней и витамины в ней. И, в общем, как бы она тоже всегда должна быть на нашем столе. Детроид. То есть я такую свеклу не покупала и решила попробовать. Что же это такое? Свекла Бордо. Это я каждый год покупаю. Мулатку покупаю каждый год. Средний спилый сорт. Вот. Детроид. Еще один пакетик взяла на пробу. Кабачки. Грибовские. Ну, скороспелые. И вот это грибовские я покупаю каждый год. Очень много, конечно, плодов. Поэтому я беру всего два пакетика. Вот взяла цукеша попробовать. Я ее не брала никогда. Скороспелый тоже сорт. И грибовские. Ну, грибовские я всегда беру и всегда их и жарю, и консервирую. И, в общем, очень хороший сорт. Мне нравится. Дальше пошла у меня капустка. Ну, капустка июньская. В принципе, я ее никогда не сею. В этом году решила попробовать посеять сама. Обычно я всегда рассаду покупаю на рынке. Уже готовую. Правда, я сажаю ее на огороде. И она очень сильно болеет. Листики такие вот шикарные, которые покупаются, да. Они все отмирают. И из середины, из розеточки только начинает расти. То есть, мне это тоже не очень нравится. Поэтому я решила в этом году попробовать посеять ее сама. И причем, наверное, буду даже сеять ее, может быть, даже в грунт. Белорусская капуста. Взяла петрушку. Петрушка у меня как-то вымерла или вымерзла. Решила посеять вот какая-то петрушка бутербродная. Не знаю, там у нас очень большой ассортимент различной петрушки. Но я как-то, не знаю, вот придерживаясь, наверное, может быть, бутербродная. На вид она похожа на обычную нашу петрушку. Ну и тыква-улыбка раннеспелая я взяла просто, потому что никакой тыквы у меня больше семян нет. Вот. Это то, что касается простых семян. Я их взяла как бы, если на случай, если что-то не взойдет, если я посею вот эти вот семена. Ну и теперь вот основные семена, на которые я возлагаю большие свои надежды. Вот. Это начнем с редиски. Редиска Алешка F1. Это самый скороспелый новый гибрид. Сладкий, крупный, не стрелкуется, высокоурожайный. Взяла два пакетика. Эти пакетики они у нас, поскольку грамм, один грамм всего. Вот. Не могу сказать, сколько там семян. Конечно, семян... Пакеты очень большие. Семян, конечно, там очень-очень мало. Но, тем не менее, надеюсь, что все это у меня вырастет. Семена 18 дней. Антошка. Новый ранний сорт. Устойчивый к стрекованию. Корнеплоды высокого качества. Устойчивый к растрескиванию. Плотные, нежные, сочные. Вот такая вот редиска. Прямо на вид на фотографии. Очень красивая. Прямо даже необыкновенная. Это крупная редиска. Обычно такие редиски пучками у нас продают на рынке. И всегда мне казалось, почему они такие огромные, прям сочные. И все. Вот решила тоже попробовать посадить именно такую редисочку. А вот эта редиска, это впервые. Меркада. Я такое никогда не сажала. Но мне понравилось то, что мякоть белая, сочная, без пустот. Можно выращивать с весны и до осени. То есть, она не стрелкуется. Вот это тоже мне очень понравилось. То есть, вот эти семена я могу посадить как можно раньше. А это я могу чуть позже посадить. И, в принципе, тоже быть, надеюсь, с урожаем. Дальше пошли огурчики. Девочки, какие тут красивые фотографии огурцов. Ну, просто оторваться нельзя. Не знаю, на самом деле вырастут они или нет. В прошлом году я на почте покупала семена огурцов. Сеяла их. И после того, как я посеяла, прошел ливневый дождь. Прям очень сильный ливневый дождь. По-моему, даже с градом. И у меня, конечно, я не знаю, то ли корочкой покрылась вся земля. Ни один пакетик не пророс. Ну, не знаю, рискнула в этом году тоже еще раз купить. Вот, там же на почте. Надеюсь, что в этот раз они взойдут. А в прошлом году мне пришлось пересевать свои собственные семена. Я собирала. Старые были огурцы. Я их выдерживала очень долго. Потом собирала семена. И вот пересаживала я по новой. И мои огурчики, конечно, зашли. Единственный минус то, что они зашли уже. Как бы все уже вокруг едят огурцы. А у меня только они зашли. Вот. Поэтому хочется посадить пораньше. И получить плодоношение тоже бы пораньше. И вот такие вот у меня семена. Это вот изумрудная россыпь F1. Вот. Очень красивые фотографии. Просто необыкновенные. Прям вот. Даже вот фотография, мне кажется, передает вкус и запах этих огурчиков. Вот. И здесь раннеспелый урожайный женского типа цветения. Вот. Всего 38-42 дня. И уже будет плодоношение. Вот. В узле по 2-3 завязи. Вот. И как бы, ну, очень все хорошо расписано. Прям вот, не знаю, медленно консервирование для свежего потребления. Прям вот необыкновенный огурчик. Прям вообще. Даже передать не могу. Прям красота. Следующая. Зазуля F1. Вот. Ну, я Зазуля купила. И еще у меня там дальше будет тоже Зазуля. Сейчас где-то у меня здесь есть. Совершенно разные пакетики. Вот, смотрите. Вот Зазуля. И вот Зазуля. F1. И тут F1. Они... Производитель разный. Вот. Этих семян. И фотографии тоже разные. Вот. Как понять на самом деле, какой же из этих огурчиков? Мне, конечно, предпочтительно был бы вот этот огурчик, да. Вроде бы какой ровненький, так слегка пупырчатый такой. Вот. А этот огурчик, я его купила чуть пораньше. Для чего? Потому что он используется для выращивания, приводен для выращивания в комнатных условиях. То есть у меня муж изъявил желание посадить уже, и он уже посадил огурчики вот этого сорта. И вот такой же пакетик вот он у меня брал. Вот. Но я взяла другого производителя. Огурцы совершенно разные. И вот как понять, какой из них правильный. Вот. Так что вот такой вот огурец. Уже мы его посадили в плошечку. Вот. И вот такой вот огурчик. Дальше. Любовь. Любовь. Я даже купила два пакета. Потому что опять он у меня прельстил вот этими фотографиями. И такие необыкновенные прям огурчики, прям для баночки, это то самое, прям передать не могу. Это ранний, очень урожайный, устойчив к болезням, вкусный, хрустящий. На самом деле такой огурец я никогда не покупала. Вот. И очень хочется, чтобы мои ожидания как бы были не напрасны. Хотелось бы все-таки вырастить такой раннеспелый, высокоурожайный гибрид. Вот. Вот их два пакетика я взяла. Пакетики по 49 рублей каждый. Так, ну это Зазоль, я уже говорила про него. Вот это вот. Мал Золотник. Тоже F1. Производитель Аэлита Экстра. Вот. Здесь очень ранний тоже этот огурчик. Ну тоже вот как бы на вид прям ну корнишоны. Прям очень хорошенькие. Очень хотелось бы тоже такие иметь. Внучок F1. Ну как же не взять внучок? Вы посмотрите. Вот если верить тому, что здесь на фотографии в одном узле сколько? По 4, по 5, а то и по 6 огурчиков. Это просто фантастика. Вот здесь вот раз, два, три, четыре, пять. И еще три цветка. Это фантастика. Я не знаю на самом деле, насколько это правда. Никогда не выращивала. Возможно это для парников. Но здесь вроде бы и для открытого грунта. Я хочу в этом году посадить огурчики и подвесить вот какие-нибудь отдельным. Как украшения. Да, вот некоторые делают такие как горки красивые. Из палочек и вот обветляется. Вот хочу попробовать сделать тоже такие. Не знаю получится. Нет у меня что. Но очень хочется тоже иметь вот такой вот огурчик. Дядя Федор. Ну и вообще вы смотрите, какая прелесть. Я просто не могу передать, насколько вот именно вот мне нравится именно вот такого размера. Вот с такими вот беленькими слегка прожилочками и вот с такими пупырушками. Я покупала, не помню сейчас какой это был сорт, но это были восхитительные огурчики. По-моему тоже был какой-то гибрид. Он выглядел вот примерно вот так же. И вот когда его откусываешь, стоит неимоверный хруст. Это такой и самые прям, ну такие вкусные, прям чуть ли не сахарные. Настолько вкусные огурцы, я это даже передать не могу. И я вот теперь ищу этот сорт. Я не знаю, как он называется. И этот сорт я не сама выращивала, а покупала на рынке у одной женщины. Она вроде говорила, что он называется какой-то монастырский. Но я и покупала такие семена монастырские. Все, но не было такого эффекта. И семена с гибридов тоже не возьмешь. И поэтому я все время в поиске, в поиске тех огурцов. Вот поэтому беру вот дядя Федор. Вроде бы похоже, не знаю, как будет у нас со вкусовыми качествами. Хотя здесь пишут, корнишон крепкий, хрустящий, отлично, без горечи. То есть ранний спелый сорт. Тоже буду надеяться, что получу именно такой. Вот смотрите, апрельский. Совсем ранние огурчики, да, казалось бы. Отличный вкус, длительное плодоношение. То есть здесь меня что прельстило. Характеризуется дружной отдачей урожая, относительно холодостойкостью. То есть он не боится холода. Плодоношение вступает на 45-55 день от всходов. Ветвеление среднее, плоды бугорчатые, белошипные, длиной 14-22 см, массой 160-300 грамм. Высоких вкусовых качеств. Гибрид устойчив к пятнистости, вирусу, обыкновенной огуречной мозаики. И плотность посадки 2,5 квадратных метра. Для потребления в свежем виде. То есть вот это вот только салатный вариант. Вот. Не требует опыления. То есть можно его, я в принципе его взяла тоже, как посадить, может быть дома. Попробовать в домашних условиях вырастить вот этот огурчик. Вот огурчик. Надежный товарищ F1. Ну это же прям вот традиционные наши огурцы. Смотрите, какая прелесть. Ну картинка, конечно, прям вызывает прям такие вкусовые и аппетитные мотивы у меня. Прям, ну я не могу. Высокоурожайный гибрид без горечи и пустот. Простота в уходе и формировании растения. Стабильный урожай в любых условиях выращивания. То есть вот такой вот огурчик. Ну дальше пошли томаты. Опять я взяла томаты. То, что было у нас там на почте. Ну бычье сердце. У меня любит муж. Прям вообще необыкновенный салатный сорт. Мясистый, вкусный. Вот такой вот. Средне-поздний салатный сорт для открытого грунта. Домашний. Ну это вот для консервации вот такого размера. Прям вот они один к одному. Я тоже как-то один раз тоже делала свои семена. И вот были вот такие вот у меня. Но там было типа добарао. Что-то похожее с названием. Вот. И тоже вот такие вот для засолки. Самое главное, что против фитофторы. Они и очень скороспелые. Вот такие дамские пальчики. Тоже очень. Во-первых, я уже их не первый раз сажаю. Вот. Они именно такого размера. Вкусовые качества прекрасные. Никогда не растрескивается вот этот помидорчик. Для засолки прям то самое то. Вкусные очень. Вот это первый раз беру. Крошечка-хаврошечка F1. Опять же, у меня просто прельстило то, что можно. Здесь пишут о том, что можно для консервации прям кистями их солить. И вот это вот я ни разу не пробовала, чтобы можно было прям вот ски. Веточка с кисточкой вот так вот ее сажать в банку. Вот этого я никогда не делала. Прям даже интересно. Хочется попробовать. Но мне еще прельстило то, что это розовый помидорчик. Розовый помидорчик. Я не знаю. Мне кажется, они все очень вкусные. Вот. Так что вот такой вот сорт. Супер ранний. Вот такой вот. Моя любовь тоже. Огурцы моя любовь. Помидор моя любовь. В форме сердца. Супер ранний. Через 80 дней от сходов у него идет плодоношение. Вот такие огромные. Прям до 200 грамм помидорчик один. Вот. Новый супер ранний высокоурожайный гибрид. Созревание в открытом грунте наступает через 98-102 дня. В пленочных теплицах 80-85. После появления всходов. Устойчив к вирусу. Табачной мозаики. Кост детерминатный. Компактный. Среднеоблественный. Плоды плоскоокруглые. С носиком. Насыщенно красный. До 200 грамм. Высоких вкусовых качеств. Очень ароматный. Вот. Ну как бы как салатный вариант. То есть в банку такой помидор не положишь. А как салаты делать. Это так превосходно. И возможно даже делать томатный сок. Или какой-нибудь лечо, кетчуп и так далее. Ну волгоградский скороспелый. Это мне кажется. Хоть он мне не особо нравится. Но он всегда урожайный. Всегда бываем с помидором. С волгоградским. Вот. Хотя по вкусовым качествам мне он кажется немножечко кисловатый. Поэтому взяла. Потому что взяла. Вот. Джина ТСТ. До 300 грамм. То есть тоже как бы салатный такой помидор. Решила тоже попробовать. Ни разу его не брала. Вот. Ну и томат новичок. Но новичок это вообще у нас он тоже каждый год не сходит со столов на огородах. У всех у нас растет этот томат. Вот. Потому что ну. Непревзойденная популярность. Даже здесь написано. Хурма. Витаминами. Богат витаминами. Но вы знаете. Раз на раз не приходится. Один раз как-то сажала. Были кисловатый такой вкус. Привкус. Сладкий. Но кислый. С кислинкой. Мне это не особо нравится. Вот. Видела желтые помидоры. В прошлом году у меня были. Не знаю как название этих помидоров. Потому что рассаду покупала на рынке. Они грушевидной формы. Желтого цвета. Просто сладкий. Вот. Мед. Вы понимаете. Это сладкий помидор. Вообще передать не могу. А такой вот помидор покупала на рынке. Рассаду. Там он был вот с кислинкой. Вот. Ну. Решила все-таки попробовать. Желтый помидор. И еще у меня был один помидор. Он с прожилками красненькими. Вот такими вот. Но тот сладкий. Прям вот как ананас какой-то. Вот такой вот персик. Томат каскад ут. Первый раз я его беру. Я ни разу не выбрала. Но прелестила то, что он розового цвета. Потому что розовые томаты мне очень-очень нравятся. Вот. Необычайно ранний спелый сорт. Открытого грунта. С фантастической урожайностью. Растение компактное. Высотой 45-50 сантиметров. При этом сплошь увешано кистями. Это обстоятельство и было название для этого сорта. Плоды округлой формы. Плотные, мясистые, гладкие. Цвета малинового желе. Увесистая масса до 130 грамм. Сорт крайне неприхотлив. И отличается хорошей холодной, жаркостойкостью. Ценность сорта. Плоды прекрасных вкусовых качеств. Что делает его званым гостем на летнем столе. А устойчивость к растреску не позволяет. А устойчивость к растреску не позволяет. Использовать плоды для консервирования и переработки. Вот ранее я покупала. Они, конечно, вот здесь вот растрескивались. Но я от того, что ночью у нас прохладные, дни у нас жаркие. Поэтому были вот растрескивания. Здесь как бы пресдело то, что растрескивания не будет. Что этот томат у нас устойчив к этому. Ну и вот первый раз беру Маруся. Хотя он похож и на ракету, и на Сашенька. По-моему, такой же сорт есть. Но решил Маруся взять. Попробуем. Не боится жары. Так что вот такие вот у меня томаты овощных культур. Но это еще не предел. Наверняка я еще загляну. У нас павильон есть на рынке с различными семенами. И может быть что-нибудь там еще подкуплю. Хотя этого, что я уже купила, вполне уже достаточно. Вот. Теперь вот дальше с овощами. Перец. Перец болгарский. Я сколько рассеяла, то почему-то не всходит. То какие-то сорта всходят, какие-то не всходят. Поэтому мне кажется, это настолько каприсная культура в плане рассады. Что я чаще ее покупаю рассаду на рынке. Но все-таки для себя я все-таки купила вот эти два сорта. Перец сладкий и жаворонок. Они небольшого размера, но очень мясистые. Ну там для лечо можно сделать или еще что-то. Я очень люблю делать различные консервации, салаты. Вот. И это необходимо и пригодится мне. Да. И шиколифарнийское чудо. Но это, мне кажется, уже у всех на столах и в каждом огороде. Вот. Низкорослый, раннеспелый, высокоурожайный, толстостенный и устойчив к болезням. Вкусовый. В общем, вкусный и ароматный. Вот. Поэтому я взяла его тоже. Я не знаю, сколько там семечек. 0,3 грамма. Вот. По 21 рублю. Дальше у меня плестили это морковки. Ну какая красота с морковкой вообще. Сладкоежка F1. Лучшее для детского питания. Вот. Прям не передать. Мне кажется, это очень вкусная, сладкая, ровная такая морковка. Вообще бесподобная. Деревенская морковка. Ну это немножечко полтолще, с тупым носиком. Вот. И вот этих вот нету корней. А то бывают так, что вот такие вот прям корешки, что не очень удобно их чистить и хранить. Ну мне привезти вот внешний вид. Очень такой. Долго хранится. Вкусовая, нежная, сладкая. Вот морковка. Хром-хром. Первый раз беру тоже. Смотрите. Она вся ровненькая. Прям вот. Прям замечательная морковка. Хрустяшка F1. Она покороче. Вот. И мне кажется, тоже должна быть вкусная. Супер ранняя. Детская, сладкая. Много каротина. Вот. Поэтому решила все-таки тоже попробовать. Ну вот такой вот морковки. Такие морковки. Горох. Горох я взяла один пакетик просто. Ну потому что было, да, у нас там на почте. Конечно, я гороху буду покупать много. И нет у меня здесь кукурузы. Кукурузы я тоже всегда покупаю и сажаю очень-очень много. Вот. Хочу. Вот. Значит, сибирячка. Капуста. Зимняя. На хранение. И для квашения. Хорошая. Взяла себе пакетик. Вот. И первая зелень. Посеять хочу. Такой лучок, который многолетник. Вот. И прям только стает снег, он сразу растает. И витамины на столе. Превосходного качества. И очень нежная. Так. Бурак Настенька. Ну, по внешнему виду, мне кажется, это прям вот настолько бурый цвет. Прям вот аж красящий цвет прям такой, да. Вот. Лёжкая. Ну, мне вот кажется, это хороший сорт. Решила всё-таки взять. Щавель. Щавель у меня тоже был вымерз. Решила всё-таки подсеять. Тоже нужны витамины. Здесь очень быстро отрастает зелень. Вот. Ранний спелый сорт. Период появления всходов до технической спелости 30-35 дней. Листья очень нежные в ранний период. Овально-длинённые, светло-зелёные, гладко. Слабо-пузырчатые. Урожайность за два сбора 5-6 килограмм с квадратного метра. Вот. Так что тоже как бы хороший. И вот самое основное, что я хотела вам показать, видите, в трёх экземплярах. Это проверено мною. Это я в прошлом году тоже на почте покупала вот такие семена. Они просто лежали, их никто не брал. Вот. Потому что, во-первых, это арбузы. Арбузы и вот такой вот удлинённый, тёмного цвета арбузы с жёлтыми каким-то крапинками. Какой-то дикая такое. Прям вот это. Но мне оно понравилось то, что мне напомнило это. Млечный путь. Звёздное небо. И я решила, говорю, да возьму я этот арбузик, говорит, и как декоративный. Пусть, говорю, просто посмотрим, что вырастет. Девочки, и выросло вот именно такого эллипсовидного формы арбуз. Вот он в разрезе здесь. Но на самом деле он, шкурка здесь очень-очень тонкая. Сладкий от середины до самых краёв сладость идёт. Это настолько вкусный арбуз, я даже передать не могу. Вы понимаете, я была в восторге. Огонёк по сравнению с ним ничто вообще. По вкусовым даже качествам. Огонёк, он мякоть какая-то внутри, какая-то мягковатая такая. А здесь оно такое хрустящее, такое сочное, зернистое. Прям вот сладкое-сладкое. Я даже передать не могу, насколько это мёдинный, как мне моя бабушка говорила. Мёдинный арбуз. Вот, и я в этом году, вот то, что пришло мне на почту, три пакетика. Я все три пакетика их себе взяла. Хоть они стоят по 39 рублей. Я не знаю, сколько здесь семян. По пять штук семян. То есть, вот у меня три пакета, 15 семян. Вот, и у меня, в общем, большие надежды на этот арбуз. Если кто хочет, посмотрите, пожалуйста. В ранних роликах у меня есть видео, где я показываю разрез этого арбуза и его вкусовых качествах, рассказываю. Там это необыкновенно красивый. Хотя, мне кажется, он как-то назывался по-другому. Но здесь вот он называется звезда. Сахарная, сочная мякоть, необычная расцветка, плоды и листьев. Засухоустойчивый. Очень хороший. Рекомендую просто вам. Хотя бы купите себе пакетик, попробуйте. И на следующий год вы наверняка будете покупать эти семена. Так, то, что касается, это теперь овощных бахчи. Ну и теперь немножечко о цветах. Цветов я взяла мало. Из-за экономии, наверное, уже. Потому что и так уже много потратилось. Я говорю, почти полторы тысячи, это точно, если не больше. Ну, что я взяла? Я взяла душистый горошек, маленький принц. Расцветка необыкновенно красивая. У меня есть во дворе, ну, типа плетень или что-то такое. Вот посадить туда, чтобы вот была изгородь, да? Как в качестве изгороди. Бархатцы. Прямо стоячие, крупные, насыщенный окрас. Прямо захотелось тоже бархатцы. Вот такие вот. Потому что обычные уже как-то поднадоели. Хочется вот таких вот больших оранжевых шапок. Вот. Вот такой львиный зев. Меня покорила тоже, была в гостях. Увидела львиный зев. По-настоящему растет, как вот положено ему расти, да? Это такой красивый цветок. Отдельно взятый. Вот, понимаете, если он желтый, он весь желтый. Если он красный, он весь красный. Такая красота и яркость красок просто неописуемая. Поэтому решила в этом году себе тоже порадовать такими цветами. Ну, и петуни. Петуни взяла я всего два вида. Вот такие. Мне очень нравятся махровые петуни. И здесь их, конечно, тоже очень мало. Два грамма, по-моему. Два написано. А, нет, десять семян. И здесь по десять семян. Ну, конечно, сто процентов схожести. Я им не гарантирую, что они все двадцать у меня взойдут. Но, тем не менее, хочется все-таки свою рассаду на рынке. Это очень дорого. Вот. И решила все-таки попробовать посеять сама. Так. Вот такой вот подсолнечник махровый. Медвежонок. Хорош для срезки. Сажала я как-то один год. Мне очень понравилось. Это небольшое такое растение. Вот с такими большими шапками, цветущими. Просто необыкновенный. И аромат у него очень прям такой вот сладкий. Вот, знаете, медовый такой аромат. Просто необыкновенный. Вот. И поэтому я решила себе тоже в качестве изгороди где-нибудь посадить во дворе. Ну, и вот такие два вида астры. Вот такая махровая астрочка. Очень мне нравятся астры. А это вот игольчатые. Идеально для срезки. То есть просто вот тоже где-нибудь посажу для яркости красок в своем дворе. Ну, вот в принципе, пока все, что у меня есть. Теперь нужно запасаться землей, контейнерами, делать посадки. А уже посадки не за горами. Петунью уже надо в феврале сеять. Перец болгарский сеют уже в феврале. В марте сеют уже томатные различные культуры. То есть начинаются полевые наши работы. Несмотря на то, что на улице снег, огород в спокойном состоянии, как я показала. Вот. Но тем не менее уже начинаются посевные работы в домашних условиях. Ну, надеюсь, что вам развлекательный такой вот влог получился. Вы посмотрели, что я купила. Возможно, кого-то смотивировало, и кто-то уже пойдет покупать какие-то семена. Вот. Я показала то, что приобрела я на почте, где я работаю. То есть рядом, да. То есть то, что привезли нам, из того я и выбрала. Ну, думаю, что семена довольно-таки достойные. Вот. Если у кого-то будут какие-то вопросы, задавайте. Очень буду приветствовать комментарии, которые будут советовать. Может быть, какой-то сорт огурцов, томатов или еще что-то. Вот. Я буду очень рада. Буду искать эти сорта и тоже сажать у себя на огороде. И радоваться тому результату, который будет, да. Положительному результату. Ну, а я с вами прощаюсь ненадолго. Желаю вам всего самого хорошего. Здоровья вам и вашим близким. Удачи, вдохновения. И всех вам благ, мои хорошие. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok